всем привет дорогие мои с вами конова аня и мой очередной заказ и так увеку ски выросли ножки в принципе часто мы вот эту обувь стираем и я решил заказать новое заказала конечно же две пары размер 34 слегка нам великоват артикул 885 549 но нормально очень даже хорошо на обычном среднем носочки не сильно тонком не сильно толстым обычном среднем носочки отличные такие вот ну грубо говоря кедики что это обычный протектор они очень хорошо не скользят по покрашенным ступенькам в школе что тоже очень здорово ребенок не подкатывается не мягкие не натирают состав у них верх глиттер но вот это вот блестящая но она смотрится очень даже аккуратно кстати подошли под костюм снегурочки они стелька убирается если нужно и можно постирать отдельно ну тут что-то липкой но она наверно приклеена была но я ее легко убрала стелечки все нормально все хорошо вот взяла две пары в одной она уже ходит подкладка текстиль стелька текстиль и подушу пвх и вот обычная хорошо гнутся легкие такие но не вам это легкие то есть но комфортные удобные видите полностью сгибается как бы для детской ножки самое то очень удобно да тут кисики таки далее думала что же мне забрать 70 процентной скидкой у меня все есть потом вспомнила что есть такие вот уютные комфортные плавочки они действительно клевые классные бог с ним что новогодние мне в принципе это без разницы кстати вот рисунок у меня такие уже есть набор я не знаю 100 500 раз постиран и ничего с рисунком не случилось ничего не стерлась все прям великолепно трое таких вот взяла 70 процентной скидкой кстати прикольно вот на подарок ну кому-то своему размер excel артикул 510 118 хлопковые хорошенькие далее скоро у нас будет форум и я уже начала заказывать призы на розыгрыше и так далее заказала кучу парфюмерных вот рината секрет это зеленый сладкий такой очень стойкий аромат 33 31 это мини версии ароматов миги миги можно так сказать обычная рината с артикулом 3048 это уже такой более стойкий аромат не то чтобы более стойкий а более такой терпкий женственные тяжеловатый я считаю что тяжеловатый если этот полегче что этот как-то вот потяжелее я два-три дня попользуюсь все мне хочется сделать уже перерыв причем надолго то есть тяжелая такая вода хоть не приятно или сарочка вообще-то или сар артикул 33 69 легкий клевый сладкий свежий такой очень приятный аромат и его всегда в доме у меня должно быть много каори тоже такая цветочная легкость нежность и кстати довольно таки стойкие все 30 мл идут вдруг забыла сказать артикул 3018 феста девито но ты такой тоже сладкий легкий искристый свежий аромат больше наверное даже свежий чем сладкий хорошенькие такие водички и кстати феста девито на и вот не такая стойкая например как каори и вот эти две воды там идет стойкость на троечку но мне очень нравится этот аромат сколько раз заказывала столько раз под него кайфую да на форум еще приезжают мужчины поэтому don leon пару штучек взяла vende aventures и lancelot ну lancelot такой терпкий сладкий аромат но очень приятный вообще это единственный вообще в моей жизни не только в компании фаберико вообще единственный всех мужских ароматов который отдает сластинка и я от него балдею вот он прям очень классный 3246 обычно все ароматы вот например by valentine yudashkin man которая мужской черный мне не нравится он тоже идет такой сладковатый vende aventures это морская свежесть морской бриз и don leon вот как раз тот самый аромат который мне не очень нравится очень нравится моему свекру артикул 3276 пару гелей для интимной гигиены конечно же артикул 8722 они классные долгоиграющие обязательно кофе я заказала много штучек 20 потому что много его дарю отправляю в подарки мне его много покупают именно сублимированный растворимый кофе с добавлением натурального жареного молотого кофе там такой интересный вкус между растворимым и натуральным вы его завариваете потом молочко еще что-то добавляли как самостоятельный напиток пьете там сахар или сахар за очень вкусно конечно 16049 мне очень нравится такие вот крупные гранулки очень приятный аромат чай ванильное яблоко с корнем сангутки такой нормальный аромат я че люблю сахара пить и люблю ароматизированные 16 015 и апельсиновые тропики с каркаде и эхинацеей артикул 160 14 тоже довольно таки приличный сам по себе такой сладковатый чаек ароматный такой далее пойдемте с вами смотреть тени такие вот они классные мне очень-очень понравились то есть вот если посмотреть ближе дальше так это у нас идут тени с артикулом 5387 приходит такой коробочки коробочки очень хорошая такая аннотация можно посмотреть и состав и все что они делают тени можно наносить и сухим и влажным способом эти тени легко набираются на кисть идеально растушевывать ну вот сейчас будем вместе с вами проверять на моих глазах так забыла показать в составе идет такая вот кубка таким образом она закрыта прикрыта такая вот обычная губочка ничего такого на обычного обычного получается вот но мы с вами будем смотреть эти оттенки в сухом виде во влажном конечно не был два раза ярче но пока сухом я буду брать опять таки как обычно вот эту кисточку для растушевки теней мне она очень нравится и буду наносить самый свет у меня тут пудра уже нанесена как вы видите и буду наносить самый светлый оттеночек давайте смотреть как он набирается потом с вами как обычно снимем swatch и так давайте смотреть ну это уже как самостоятельный оттенок даже сойдет под дневной макияж видите уже разницы феноменальные так ну что могу сказать этот оттенок он не осыпается хорошо кладется хорошо кладется так тушь у меня сегодня глэмор помню артикул же скажу вам больница тоже очень хорошая с тушью ну вот как то так ветер идет получается затемнение такое небольшое ну то есть такой приятный оттеночек так вот сводчик у него давайте попробуем все такие вот тени так сейчас я этот цвет намочила попробуем с вами влажным способом интересненько то значит это сухим это влажно неплохо неплохо темнее уже можно даже сделать под водочку развожу обычным фиксатором макияжа такой вот он влажным способом прям очень темный получается ну смотря какую кисть берете можно в принципе взять кисть видите там очень темно и он уже и можно начать делать даже смоки ну вот что могу сказать про влажный способ конечно они уже подходят как самостоятельный тень тоже хорошо тушуются отлично то есть наносим потом начинается у нас с вами тушевочка ну хорошо неплохо очень такой приятный оттеночек клевый классный мне кажется что влажным способом она очень сильно стойкая легко растушевать то есть сухой влажный способ я думаю что нам отлично кладутся они ровно но как видите я сухой кисточкой дотушевываю мне прям понравилось вам понравился эффект могу сказать что клевенько так неплохо то есть вот влажный но уже такой полу влажный уже так вот наносится неплохо сухим способом совсем чуть-чуть то есть смотря какой вам нужен эффект смотря на что вы хотите для себя тут уже получился прям самостоятельный мейк и самостоятельный уже неплохой такой вариант нанесли по центру поблюстили как мы с девчонками прикалываемся до блесточки нанесли и пошли отлично просто отлично матовый кстати он очень красивый такой матовый оттенок абсолютно не блестит нисколько вообще ни капельки что очень даже приятно можно такими тенями их вообще очень много оттенков это один из и можно такими тенями а легко сделать подводку и подводка вот стойкой клево-сенью там черную на то есть какой захотите такой вот такая вот под водочка очень классная и не прям кладутся изумительно так ну что следующие тени у нас с такие полублестючие я бы так сказала какие-то металлические вот сводчик на них вот вот сфокусировалась отлично такие тени их конечно можно нанести на центр века и придать блики глазам чтобы глаза были более выразительные более таки медные можно под глазик немножко их нанести таким вот образом наносите и все хорошо кстати сколько раз своих видеороликах рассказывала что да тени не матовые кладутся на века и утяжеляют века все равно мне это пишет я знаю но мне просто хотелось для вас протестировать как она смотрится я думаю что такие ошибки давным-давно уже никто не делает блестящие тени на веки давным-давно не накладывает то есть можно даже я думаю что подубавить немножко вот далее следующий идет очень красивый оттенок так давайте где мне чистый пальчик следующий оттенок следующий оттенок вот такой вот какой-то с фиолетово кстати камера чуть-чуть обманывает поэтому особо не верьте так и давайте еще вот этот вот все таки блестящий вот этот вот нанесем все таки попробуем хотя бы как он осыпается не осыпается в принципе не так уж он и блестящий как как малюет не такой уж он и блестящий как бы нормальный даже для века может сойти самое самое то ну что могу сказать пигментированный очень даже хорошо пигментированный не нравится но он немножко осыпается вот видите две три пять штучек осыпалась неплохо симпатично мне прям нравится и это тоже неплохо важным способом как бы вот сухим способом конечно больше мне нравится всегда больше нравилось прикольно сейчас давайте возьму новую так вот эти вот попробуем да красавчики с вами уже смотрели значит сухим способом куда-то бы намазать да такой какой-то тонны фиолетовый приятный уже затемняет уже дает свет очень хорошенький классно конечно она как самостоятельная палетка я бы не сказала что она подойдет потому что вот мне мало вот тут эти блестящие все тени они практически всегда осыпаются у всех фирм у всех компаний джинерные тени глиттерные тени они сыплются эти нет матовые как бы нормально наносится но вот лично у меня хорошо наносится как проблем нет но все же когда где-то какие-то излишки все-таки хочется взять что-нибудь у меня например сегодня пудра для лица skin sense blur effect 6459 пудра и вот все-таки хочется немножечко что-то светленькое такое вот сделать под бровью и вот как-то вот свежей взгляду все-таки хочется придать в светлых оттенках что в предыдущих новинках полете что в этой не было а все-таки хочется потому что ну как по-другому все равно тени это такая вещь когда хочется под убрать немножечко ну что ж убираются они тоже очень легко за обычные тени убираются нелегко и просто никаких вообще проблем нету мне по идее все нравится очень даже неплохо неплохой вариант теней за их стоимость они полностью себя покупают и они еще знаете вот недостаток этих теней вы их купили вот они много-много лет с вами прям много-много лет и уже надоедают но они не заканчиваются вот в чем прикол запеченных теней они очень долгое время нам служат дальше тоже неплохой оттеночек и пойдем сейчас вот этот вот оттеночек самый-самый яркий даже сухим способом он это видите такой вот яркий влажным способом сейчас с вами тоже попробуем ну прям вообще я иногда могу еще нанести как помаду потому что хочется иногда тоже можно нанести их вот если вы их наносите куда-то на века то можно сделать легкий макияж на щечки немножечко сделать такой морозец получается что мне нравится и вот это вот место растянуть немножечко сделать вот так и получится уже такой многогранный макияж тут можно сделать под водочку можно сделать что-то потемнее подвести и получится очень красиво также можно конечно же их набрать на кисточку в сухом варианте и растушевать нанести таким вот образом тоже будет очень неплохо смотреться обязательно снизу я так вот люблю делать сеть там давайте сюда попробуем слегка уже как бы легонечко если сделать то тоже очень красиво получается плохо конечно видно поэтому давайте еще раз посмотрим все века нанесем эти вот розовенькие таким образом набираю убираются вообще мощно если посмотреть да какая кисточка была какая стала давайте тут такой вот нежный видите получается ниже такой вот розовый оттеночек легкий он кстати сойдет как подложка получается свежая такое века очень даже приятный уже мне нравится хорошо даже с тяжелым веком в принципе смотрится очень такой достойный свежий оттеночек и не больной взгляд потому что вот часто такое бывает что взгляд больной нет такой знаете свежий приятный оттеночек ну что ж попробуем сейчас разбавить с вами водицей и посмотреть как он будет в сыром виде наноситься то есть вот я добавила влажный способ мне кажется влажный способ это кошмар но я рискну но у нас знаете есть же тени которые идут именно влажным способом когда они наносятся уже влажный тень абсолютно другой цвет эти розовый и влажный он поменял цвет он поменял оттенок он стал другим даже как будто блестит или надо подождать пока высохнет вот прям такой ну вот если взять прям влажный влажный способ намочила и они прям такие слегка влажные стали тут нормально рисует а если сильно-сильно сырой способ то они прям такие фиолетовые почему-то получаются на веке нормально то есть вот важный способ на веке выходим то есть просто он слегка грубо говоря слегка сильнее получается чем например на сухом веке давно сухом веке как будто его и нет по сравнению с влажным контраст такой сильнейший контраст получается давайте снизу еще попробуем немножко нанести до что закончено до красиво конечно но если сильно-сильно сырым способом то мне кажется что это как какая-то получится грубо говоря уже там совсем географию надо рисовать мне очень такие не идут потому что я сколько раз пробовала и с мастерами и вся разная мнение но не подходит в общем то если сделать такую вот под водочку только тогда будет красиво я считаю сделать такую под водочку давайте попробую таким образом аккуратненько сделать но она такая знаете хамелеонные получаются реснички потом конечно же обязательно шурс подкрасить да неплохо боялась что отпечатается но нет отпечаталась хорошо то есть она все века наносить это конечно будет не очень красиво вот как то так а потом уже когда она высохнет вот этими тенями можно до закончить образы кстати у этих тени вот тоже очень красивая подводка из этих теней вот так тогда вам бездна получилось но все равно хочется чего-то вот какого-то затемнения вот в этом месте мне потому что у меня к сожалению очень тяжелое веко и конечно же эти тени когда вы их наносите влажным способом их можно видите размазать сковырнуть пока они не высохли но это я думаю нормально для любых тени для любой подводки нужно ждать пока высохнут прикольно получается красиво очень даже ничего сейчас подправить где я подразмазала когда слой не вышел ну да симпатично получается мне нравится накраситься можно пойти любым способом каким захочется симпатично вот в любом случае вниз я конечно же люблю чтобы растушевочка была неплохо неплохо ну тут на покереть чуть-чуть осыпалась вот так нормально осталось реснички подправить подвести и будет хорошо дальше будем мучить тени до конца разбавила еще вот эти кстати очень красивый такой оттенок получился и давайте вот я взяла другую подводку более тонкую посмотрим что получилось так-то это по идее для бровей но мне нравится эти тоже faberlic идет видите очень нравится она для бровей но и для подводки отлично даже больше наверное для подводки эта кисточка подходит такая знаете серенькая подводочка получается тоже аккуратненько красивенько дневной макияжик сюда напрашивается розовые тени и красивая подборка особо то и не блестит ну и конечно очень просится затемнение вот в это вот место очень просится затемнение потому что мне кажется некрасиво вот без затемнения у меня единственный сухой оттенок больше нет сухих давайте попробуем слегка чуть-чуть уже лучше ну вот эти блестящие они конечно осыпаются мощно мне не нравится как они осыпаются но тут уже ничего не поделаешь тут только кисточкой смахивать чтоб все было хорошо таким только образом таким только образом то есть кисточкой не смахнули получится как обяг ну вот такой макияж более смелый такой более скромный я бы так сказала это да это такие тени даже вот очень-очень толстый слой и то кажется таким бледно-сером поэтому мне кажется только так как по-другому ну и на все подвижные века тоже будет в принципе красиво когда они высохнут можно вот этими тенями получается сделать сначала макияж глаз а потом уже поверху вот такую вот сурую подводку вот но мочите сделать и получится красота ну неплохо и тот и другой вариант его неплохо толстой подводкой тоже красиво вышло затемнили это я так уже попробовать побаловаться ну вот такие тени наши новые ну что могу сказать рекомендую удобно и сухим и влажным способом все удобно ну и далее быстренько пробежимся кипата форте это печень артикул 157-59 отличный состав все хорошо соли заказала кучку малун сюда пару штучек только поставила далее живица заканчивается пьем по пять штучек с утра пожизненно грубо говоря ростки пшеницы закончились очень мне нравится добавляю везде в салат в общем везде это такой порошочек очень-очень полезные 157-68 артикул соус майонеза к сожалению нет соус кетчуп классический 280 грамм артикул 160-50 тоже вот заказали ну все с ними делаем все-все вообще и пиццу печем и там с пельменями например в общем ну куда он идет везде добавляем далее шелуха подорожника начала заказывать абсолютно недавно артикул 157-64 очень хорошо добавлять в выпечку выпечка подходит классно если вы принимаете его как чистку вот это псиллиум шелуха подорожника то тут очень важно много пить иначе может высыпаться на лицо он хорошо вытягивает все пакости из организма он такой как клестер безвкусный не очень приятный но и не противный просто безвкусный и что хочется сказать пить много воды мой брат сказала пить прям литрами я тоже его заказала 10 штучек потому что в выпечку его уходит немало так далее это мешочек для стирки бюстгальтера такой вот клевый классный мешочек расстегиваете складываете туда бюстгальтер я тоже взяла побольше я взяла еще пять штук у меня есть один что-то он уже рваться начал но ему много лет если честно тут что-то такое вот упругенькое кладете застегиваете и допустим если вам нужно постирать там два-три-четыре бюстгальтера все складываете по мешочкам и четыре мешочка в стиральную машину отлично просто одним разом можно перестирать все хорошее белье так артикол 11.0.40 размер 19 на 17 на 11 хорошая штука 70 процентной скидкой взяла такой вот напиток коллагеновый скла актива 53 процента белка в нем идет коллаген в составе идет ванильный вкус это муж очень любит артикул 156.50 коктейль если вы будете заменять им один прием пищи то уже начнете убавлять в весе это очень даже хорошо я одним коктейлем не наедаюсь потому что делаю его абсолютно на воде я навожу двойную себе порцию и сижу попиваю и в принципе очень даже неплохой вариант далее клубничный коктейль 156.51 очень вкусненький мне тоже нравится прям на воде очень нравится кто-то говорит что на воде не вкусно мне вкусно я привыкла я пью хотя в самом начале мне тоже показалось как-то вот пустовато что ли далее пришлось освежить виктории кофточки они не сели но они стали малы малы ей почему ребенок растет размер 146 мы взяли артикул 532.56 это трикотажная фуфайка для девочки с длинным рукавом очень хорошая ткань натуральный хлопок стопроцентный тут идет антирастяжечка линейка еще бурматиков тут какие-то кони куча лошадок различного окраса все здорово такая обычная футболка с длинным рукавом далее самое наверное любимое трикотажная фуфайка артикул 532.965 размер 146 стопроцентный хлопок точно такая же только немножечко другой оттеночек ну вы видите викосик крутится как оно смотрится на викосик мне в принципе тоже очень даже понравилось оно то есть все шовчики все хорошо и расцветка ну прям хорошенькая прям хорошенькая тут и кедики и велосипедики и фотоаппарат и мороженки в общем сердечки в общем чего только нету так следующее тоже яркое бомбезное классное трикотажная фуфайка с длинным рукавом для девочки цвет розовый артикул 532.947 тоже такая же она видите клевенькая яркая но нам нравится и на ролике везде ходим в ней здорово надели ее надели леггинсы все великолепно вот это конечно чудо тоже очень удобное оно отличается от этого если тут более такая упругая ткань мало тянется то это прям растягивается сколько хотите это тянется но не сильно это прям сильнее тянется аннотация это катажный джемпер это уже идет с длинным рукавом для девочки артикул 527 7349 цвет белый размер тоже 146 состав 95 хлопок 5% волос там тоже на виктории отлично смотрится далее в новинках была такая вот косметичка такая вот косметичка ну я вам могу сказать что вещь крутая очень удобная вещь но не обязательно чтоб она была женская прям супер вот так первый раздел далее тут идет такая вот сеточка мне понравилось прям понравилось очень содержимое артикул 910 415 размеры 25 на 14 на 13 с половиной сантиметров тут такая вот сеточка идет далее еще один отдел так в этом отделе ну ничего такого нет она просто вот небольшая даже два коктейля войдут легко сюда то есть хорошая такая так тут идет петелька и тут идет петелька и так же ее можно брать вот есть за что взяться когда она полная очень даже вот эта ручка становится актуальна когда она полная и так третий раздел тоже обратите внимание что молния с обеих сторон что очень круто это очень удобно точно точно такой же как и первый раздел такая классная косметичка дарите на рождество на 23 февраля прям дарите супер можно заказать такую вот классную косметичку она реально удобная и плюс ко всему наложить туда не знаю каких нибудь гели для душа еще что-то правда будет здорово великолепно как мне девчонки прикалываются вместо носков так это я заказала такой второй плед колец со северной сияния очень мне нравится во-первых этот оттенок очень нравится что он мягкий очень нравится что он такой прям плюшевый хорошенький размер у него маленький 110 на 175 ну грубо говоря такой плед ножки закрыли мягкий плюшевый клевый заказала на фотосессию один такой есть несколько раз уже постирали вот этот плюш он я думала что он будет ну знаете скукожица будет некрасивый но из-за того что я уже провела эксперимент со стиркой я увидела что он как был таким вот плюшевым таким же плюшевым и остался и я с превеликим просто удовольствием заказала второй думаю будет проходить фотосессия классно будет там ему крыться еще что-то прям супер ну и у нас проблемы у нас проблемы сломался чайник из-за этого я заказала новый чайник что уже поделаешь новый чайник предыдущий была тут вот пластмассовая лапка и мы ей баловались 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 и все таки сломали то ли вика сильно то ли что сломалась именно лапка мы его отдали деду дед сказал попробую в общем он это все заклеил уклеил и оставил у себя в деревне то есть чайник за полтора года он не сломался он просто вот сломалась тут вот лапочка которая была и все нормально тут этой лапки нет тут такая вот защелочка то есть он еще более долговечный открываете вот у кого длинные ногти открывать конечно неудобно вот мне лично неудобно открывать я таким образом беру открываю сам по себе он клевый класс и сеточка тут уже получается такая небольшая встроенная чистится тоже от анти накипь тоже все великолепно идет в комплекте такой же вот коричневый такой красивый оттенок чайник обычный при включении он светится голубоватым таким красивым отливом светится получается прям здорово мне нравится такой свежий оттенок приходит такой коробочке поэтому на подарок там на новый год на день рождения на какой-то юбилей очень даже ничего таким чайником мы уже пользуемся месяца 3 с ним все в порядке артикул 910 382 но из того что сломался предыдущий мы заказали вот этот вот запасник сломался мы новый достаем не паримся на данный момент от компании мы уже заказывали вот этот четвертый чайник получается один чайник уехал в деревню у второго чайника сломалась лапка и мы достали третий чайник вот это уже четвертый чайник за два года наверное в общем ни один не сломался все отлично все великолепно все здорово никаких нареканий нету работают исправно в общем то и все весь мой заказ с вами была конова Аня проект фаберлик онлайн до встречи с вами в новых видео если видео понравилось ну конечно наградите меня лайком и комментарием всем пока пока всем пока пока